на канал экзегет поступил вопрос что делать если я попал в день сурка все надоело но это достаточно часто встречающийся вопрос современном мире когда люди выражаясь словами древней притчи теряют уверенность в побуждении собственного духа теряют смысл жизни не понимают как и зачем они живут им кажется что каждый день им приходится проживать снова и снова без всякого выхода пользы и смысла ну сначала можно попробовать порассуждать уж если человек приводит в качестве слов вопроса этот знаменитый фильм день сурка то в этом фильме и ответ содержится надо наконец научиться находить смысл в каждой минуте прожитой жизни то есть надо эту жизнь прожить не так как будто у тебя завтра будет следующий день и поэтому сегодня ты живешь просто чтобы дожить до завтра напомню вам что главный герой этого фильма попадает в то место куда он не хотел ехать пытается выполнить то поручение которое получает от своей редакции лишь бы поскорее его выполнить вот и как можно скорее оттуда уехать но уехать у него не получается вот и он только тогда этот день сурка заканчивается по мнению фанатов этого фильма там несколько тысяч раз ему пришлось прожить день фильме показано всего лишь несколько из этих дней вот для того чтобы научиться относиться к этому дню как к моменту который имеет окончательную ценность как будто завтрашнего дня уже не будет как говорит как говорят святые отцы помни часе смертным и вовек не согрешишь ну а если перейти к более практическим вещам потому что это ведь тоже всего лишь слова попробуй проживать этот день так как будто он у тебя последний ну попробуя как как это попробовать вот это достаточно сложный для реализации совет хотя поразмышлять на эту тему все-таки очень полезно я бы предложил слова священного писания сказано еще ветхом завете пророком эсайи пророк исаев 58 главе говорит следующие слова раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных веди в дом когда увидишь нагого одень его и от единокровного твоего не укрывайся тогда откроется как заря свет твой и исцеление твое скоро возрастет и правда твоя пойдет перед тобою и слава господне будет сопровождать тебя тогда ты воззовешь и господь услышит мы запиешь и он скажет вот я то есть вот это вот ощущение дня сурка бессмысленности она ведь возникает ситуация когда человек теряет в этой жизни всякие опоры а главной опорой в жизни человека является конечно господь бог и для того чтобы вновь почувствовать его необходимо сделать то о чем говорит нам пророк исаи необходимо заняться прямыми делами милосердия которые описаны у пророка исаи вот такими вот словами да что ты должен разделить с голодным хлеб одеть нагого ввести скитающегося в дом твой ну и то что в других словах и в словах самого господа в евангелии развернуто гораздо более подробные указания господь говорит нам что то что вы сделали одному из малых сих то вы сделали мне эти слова пожалуй знает каждый христианин слова эти читаются в один из воскресных дней накануне великого поста и делая что-то для бога оказывая милостыню мы безусловно склоняем к нам его милосердия мы приближаемся к нему он приближается к нам и поэтому всякая пустота которая собственно описана автором вопроса как день сурка она испаряется она исчезает мы не можем не можем уже ощущать бессмысленность этого мира когда мы совершаем осмысленные действия да если я каждый день хожу в свой несчастный офис непонятно зачем ничего не происходит или венчу на заводе эту гайку которую я не понимаю кому как нужно зачем она или то есть когда вот возникает это самое от пустота и отсутствие уверенности в побуждениях собственного духа необходимо делать прямые дела милосердия они вернут нам ощущение смысла они подарят нам милосердие и любовь и они вернут бога в наше сердце а